Всем привет, мои куколки, красотки и красавицы! Меня зовут Алена и я очень рада видеть вас на своем канале. В сегодняшнем видео буду вам показывать и рассказывать вторую часть видеороликов, которые посвящены бюджетным фаворитам косметики. В этот раз будут уходовые продукты, будут точнее. Если вам интересна данная тема, то обязательно оставайтесь со мной. На самом деле уходовых продуктов абсолютно немного. Отдельно бы я хотела сделать видео, обещанное именно маском для лица. Поэтому тут масок для лица вы не увидите, а увидите те продукты, которые реально мне очень-очень сильно нравятся и которыми я с удовольствием пользуюсь. Давайте приступим. Наверное, начнем с лица. Первый продукт, с которым бы я хотела бы вас познакомить повторно, это у нас вот такой вот малыш от марки Belita Vitex. Сет у нас белорусский производитель. Азия Сикрет, Секрет Азии, идеальная кожа, 3D ретинол, масло цубаки и масло органы. Вот такой вот продукт. Я думаю, вы с ним уже знакомы. Я вам уже его показывала и немного о нем рассказывала. Это идеальная кожа, 3D ретинол, масло цубаки и органы, гидрофильное масло для глубокого очищения кожи. Комплекс активных компонентов удаляет макияж любой сложности, эффективно очищает, сужает поры, нет, это брехня, разглаживает микрорельеф и повышает упругость кожи. По факту это вот такой вот, знаете, слегка разбавленный гель для умывания. Вы его наносите на свою кожу, активно начинаете массировать те зоны, где у вас есть такой вот сложный, очень такой вот стойкий макияж. Вы начинаете это все дело массировать, 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 этот продукт немножко эмульгируется и превращается из светло-розового цвета в такой более кремовый оттенок, преобладает в нем. И затем, когда вы добавляете немножко воды, начинаете снова массировать вашу кожу, он полностью становится белый. Когда вы его смываете, его смывать нужно очень-очень хорошо с лица, иначе если вы просто начнете ополаскивать свое лицо, вы ничего не смоете. Нужно все это дело тщательно промывать, после его использования проходитесь пенкой для умывания, тоже становится невероятно чистое. Ни один продукт не так хорошо не снимал косметику, как вот этот вот. Это действительно мой фаворит. Еще от магии морока гидрофильное масло, вот то дрянь редкостная. А вот это вот очень-очень классно, и стойку матовой помады вам смоет. Все-все-все абсолютно офигенное. Я вам очень его советую. Приблизительную цену я вам подпишу внизу экранчик, и вы сможете прицениться. Дальше для лица, если же вы не любите какие-то гидрофильные масла на своей коже, я бы хотела вас познакомить повторно с вот таким вот продуктом бюджетного производителя от марки Комплименте. Бюджетный производитель марки Комплименте. Замечательно. Мицеллярное молочко, аква, гиалурон, эффективное очищение, глубокое увлажнение, идеальное мотирование, антивозрастной уход. По поводу антивозрастного ухода, конечно же, бред. Идеальное мотирование нет, глубокое увлажнение нет, эффективное очищение, да. Лицо и глаза. Во-первых, посмотрите, какой удобный формат. Мотирование у нас открывается и закрывается, то есть не будет никогда такого, что вы, например, открыли продукт, оставили его и, может быть, когда при эксплуатации его, или же вы его куда-то перевозите, берете с собой в поездку и так далее, он никогда не будет у вас выливаться, то есть вот такими вот движениями. По факту это такое легкое молочко, которое действует приблизительно как мицеллярная вода, но намного бережнее. Вот лично мне оно не щипет глаза, ничего, то есть это очень такой деликатный продукт, который хорошо снимает макияж. Только единственный его нюанс, это то, что когда вы начнете снимать макияж с глаз, если вы его приобретете, конечно же, то нужно обязательно дать время спонжику вместе с данным продуктом немножечко повзаимодействовать с вашей косметикой. То есть мицеллы, которые входят в состав мицеллярных продуктов, будь то это мицеллярная водичка или же мицеллярное молочко, они должны немножечко как бы подружиться, так скажем, с вашей косметикой и постепенно вытянуть ее. И тогда вы с легкостью берете весь свой макияж, даже с самой стойки. Поэтому присмотритесь, очень неплохая вещь. Дальше для лица я вам покажу тоник, который мне полностью заменил корейский тонер. Это вот такой вот продукт от марки черный жемчуг, я также люблю их уход, их крема, но я вам их показывать не буду, так как я считаю, что это все-таки сугубо индивидуальные продукты, мне может подходить, вам может не подходить. Но вот к этому продукту я вам советую присмотреться. Черный жемчуг, это у нас ухаживающий тоник комфорт для сухой и чувствительной кожи, очищение и уход, бережно очищает, наполняет свежестью, шелковистая формула, дарит комфорт. Активные сыворотки, жидкий коллаген, камелия и гиалурон. Вот так вот выглядит, как видите, я его активно использую. И действительно по консистенции это такой вот корейский тонер. Когда вы его наносите на ватный диск, он не сразу впитывается в него, то есть он имеет такую слегка плотную текстуру. И когда он впитывается, вы начинаете протирать свое лицо. После того, как вы умылись и сделали все свои очищающие процедуры, и лицо такое ощущение, будто прям мгновенно впитывает этот тоник. Для его использования кожа гладкая и нежная, поэтому пресс, смотрите, мне действительно очень нравится этот продукт. И на летний период времени я его еще раз повторю, потому что солнце, сухость кожи, она будет присутствовать, поэтому он будет действительно выручать. Ну и следующий продукт, это у нас тоже для лица, мезокомплекс, безинъекционная процедура, ухода за кожей, мезопилингскатка, тоже от белорусского производителя Белита, глубокое очищение. Вот такая вот штучка, я думаю, вы все с ней знакомы, кто, так знаете, плотненько сидит на ютюбе. В общем, это классный продукт, это действительно достойный продукт, он хорошо, это сама пилингскатка, она очень хорошо отшелушивает все омертвевшие клетки, делает легкий пилинг вам на лице и даже может заменить очищающую маску. Очень-очень классный, имеет мелкие-мелкие частички, которые при взаимодействии с вашей кожей начинают скатываться и затем очень хорошо полируют всю поверхность лица. Да, очень-очень достойный продукт, очень много сказала, да. Если же вам также нравится вот эта пилингскатка, я советую присмотреться и к вот этой вот пилингскатке, только она больше всего подходит именно для не проблемной кожи, а очень жирной кожи. Это подойдет не только для жирной, но для любого, мне кажется, типа подойдет данный продукт, но вот этот же только для жирной кожи. Это у нас пропеллер IQ очищения, салициловая пилингскатка, глубокое очищение. Сейчас объясню, почему она подходит только для обладательниц жирной кожи. Да потому что она очень сушит кожу после использования. Причем так безбожно, что никакой потом маской вы ее не реабилитируете. Но действие от нее действительно достойное и сравнится с такой вот легкой вакуумной чисткой лица. Он нужен действительно в арсенале, потому что хочется иногда такой более, не знаю, более отшелушивающий эффект, более заживляющий, если у вас есть какие-то мелкие воспаления, но не гнойники. На гнойники ни в коем случае не нужно использовать ни скрабы для лица, ни какие-то скатки, это обязательно. Иначе же, если у вас на лице есть даже один гнойничок, гнойниковый я имею в виду воспаление, то вам все вот эти вот продукты, скатки, там, не знаю, еще скрабы, это все вам дело разнесет все вот это вот, все вот эти бактерии по вашему лицу. Так, вот вкратце вам сказать, ну, в общем, присмотрите. Следующий продукт для лица, который я вам покажу, это скраб. Скраб от марки 100 рецептов красоты, свежее яблочко. Я вам недавно его показывала в своих покупках, и сказать честно, я не ожидала, что я его полюблю больше, нежели свои любимые скрабы от, по-моему, не старец, а то в красоты, от чистой линии. От чистой линии сейчас скрабы немножечко стали другие по своей консистенции, немножко стали жиже, плюс еще там стало намного меньше скрабирующих частичек, и это очень плохо, я считаю, потому что мы все любим скраб с абрикосовыми косточками. У него все скрабирующие частички очень грубые, их много. Вот за это вот лично я любила этот скраб. Но вот это вот альтернатива действительно, во-первых, по его одушке. Кстати, если вы захотите его приобрести, то обязательно приобретайте другой формат, нежели вот этой баночки. Баночки все-таки не так удобно, как вот в формате вот такого вот тюбика. Это очень классный продукт в плане одушки, в плане своей консистенции. Он очень хорошо полирует кожу. На аналог комбо вот именно скраба с малиной от чистой линии и скраба с абрикосовой косточкой. Поэтому присмотрите, у него даже в составе частички вот действительно напоминают и тот, и тот скраб. У меня один фаворит для тела, а все остальные у меня фавориты для волос, потому что я помешанная на уходе за волосами, на красках для волос, ну и так далее, и тому подобное. В общем, для тела у меня есть вот такой вот фаворит. Я не ожидала, что я его полюблю, потому что когда только вышли эти скрабы, они были немножко пожиже по своей консистенции. А сейчас они плотные, такие густые, у них очень много скрабирующих частичек, в общем классные. Это у нас фитокосметик, скраб для тела, интенсивный уход, виноградно-сахарный, для упругости, с маслом миндаля и соком клюквы. Я думаю, вы все его знаете, это обалденный формат. Во-первых, тут 155 миллилитров и одушка просто бомба. Какого-то, не знаю, яблоком даже чуть-чуть отдаленно пахнет, клубнично-виноградно-ежевично. Такое вот классное сочетание ягод. Посмотрите, как он густой. Он просто обалденно густой и в его составе очень-очень классно скрабироваться, когда вы делаете эпиляцию воском, депилятором, там еще чем-то. Когда есть тенденция к вросшим волосам, тогда да, тогда рекомендуется именно скрабироваться сахаром, нежели солью. Сахар, он более жесткий и плюс еще он хорошо вот именно отшелушивает. А соль у нас имеет более заживляющий эффект. Но к этой баночке я вам советую присмотреться. В фикс-прайсе они есть, там также есть кофейный. Он по консистенции такой же, но не сравнишь с обычным вот кофе, когда вы делаете его сами дома. Кстати, у меня есть рецепт на канале, как сделать скраб из кофе в домашних условиях. И он не сравнится вот именно с вот этим вот скрабом от Vita Cosmetics. Но вот этот вот очень достойный присмотреться. Давайте начнем с шампуня. Я вам покажу два вот таких вот шампуня от Garnier Fructis и один от LSE. Почему я их показываю вдвоем? Я бы еще сюда добавила Vella Pro Series, который идет в красном флаконе. Есть там, по-моему, глубокое или восстановление, или что-то вот такое. Есть увлажнение и восстановление. Вот такие вот две линейки. Там есть и для объема и так далее. Но самые-самые крутые для поврежденных волос. Кто любит вот такие прям силикончики, чтобы много было. То вот именно советую присмотреться к Vella Pro Series, глубокое восстановление и увлажнение. Вот эти вот продукты тоже, я считаю, стоят внимания, если, опять же, повторюсь, вы любите силиконы. Если вы их не любите, то это вообще вам не по адресу. Garnier Fructis у нас соцвосстановление с масломаблой. У них был перезапуск. Rebrady. А вот этот вот соцвосстановление, именно эта линейка, мне нравится намного больше из всех представленных фруктисов, которые есть на рынке. Поэтому, да, вот этот вот самый крутой и по запаху мне не надоедает. Я его чередую. Если я покупаю вот такой вот силиконистый шампунь, я стараюсь покупать еще вот какой-нибудь вот такой и менять. Потому что, если я буду пользоваться одним и тем же шампунем, у меня кожа головы привыкнет и не будет абсолютно объема. То есть, они будут немножко как прилизанные. У корня они будут более утяжеленные, нежели по всей длине. По поводу Elsev от L'Oreal, они в принципе похожи по своим свойствам, по итогу, что потом происходит с вашими волосами. Да, силиконовый продукт, да, он более имеет такую более парфюмированную одушку, я так думаю. Да, то есть, если вот эта вот более фруктовая одушка, то у нас парфюмированная. У них классные линейки шампунь и бальзам. То есть, в принципе, если у вас не сильно поврежденные волосы, вы можете обойтись шампунем и бальзамом. Если у вас поврежденные, вы можете приобрести и маску. У меня недавно закончилась как раз-таки маска от Elsev. Вот у нас, кстати, полное восстановление 5. Она была действительно очень-очень достойная. Пользовалась и шампунем, и маской, и мои волосы, в принципе, неплохо выглядели, если учесть, что они довольно-таки поврежденные. И по поводу этого продукта также могу сказать то же самое, но у меня есть шампунь и бальзам. Бальзам, он, в принципе, можно его сравнить с маской, но он недостаточное количество силиконов имеет в своем составе. Маска имеет из этой же линейки более такую вот силиконовую, более плотную текстуру. Поэтому, если хотите, то приобретите, попробуйте, помиксуйте. Может быть, вы приобретете и такую, и такую линейку, будете чередовать, и вам понравится эффект на ваших волосах. Если у вас очень убитые волосы в хлам, вот прям вот очень убитые, паленые, торчащие во все стороны кончики, тогда присмотритесь именно к Wella Pro Series. Кстати, фаворит для тела-то, я вам забыла показать еще один у меня есть. Это вот такой Happy Moment, счастливые моменты, парфюмированный спрей-мисс для тела, романтическая Франция, завораживающий аромат от марки Белита. Те, кто смотрит меня постоянно, знают, что у меня есть все разновидности данных спреев-мистов. Они очень классные, они действительно парфюмированные. Запах на теле держится весь день. Вот от и до, от душа, от приема душа до приема душа. Очень классные, они все разные, они все аналоги разных парфюмов. Смотрите, к его покупке, я вам настоятельно рекомендую попробовать хотя бы один. Дальше, тема волос, покажу вам свою любимую маску, которой я пользуюсь на протяжении, наверное, ну вот третий год пошел. Это Санте, Санте Herbal Botanics Keravit. Кератин плюс витамины, маска для волос с интенсивным восстановлением. Экспресс-уход 2 минуты, интенсивный уход 10 минут. Вот такая вот баночка, я очень часто вам ее показываю. Тут объем 300 мл, стоит она в рубль бум в районе 70 рублей, но она очень классная. Девчонки, она не такая густая, как маска от Эльсе, Фруктис и так далее. Действию она им ничем не уступает. По запаху это очень приятная такая сладковатая косметическая душка. По своему виду она вот такая вот, слегка густоватая, но не прям что ложка стоит. Нет, по тому действию тут написано, экспресс-уход 2 минуты нет. За 2 минуты вам ничего это не даст, никакого ухода у вас не будет. Нужно держать от 20 минут и выше, и желательно под полиэтиленовую шапочку. Тогда эффект будет. И опять же, если у вас не сильно убитые волосы. Все-таки, в отличие от Эльсе, там не такое содержание силикона. В зрении по своей дозировке содержание именно силикона в составе, но тем не менее, это не говорит о том, что она там хуже как-то, да. Но она классная, она действительно классная. Если вы ищете какую-то классную бюджетную маску, присмотритесь к Санта Кировит. Она есть в свободном доступе в Ашане. Также есть там шампунь и бальзам. То я никак до него не доеду, не куплю себе именно всю линейку, чтобы у меня был шампунь и бальзам и маска. Какие-то маски. Покажу вам масло свое самое-самое любимое. Те, кто смотрит меня постоянно, те уже знают по поводу моей любви. Это вот такие вот рецепты Аюрведы масла для волос. С маслом красного апельсина способствует укрепление, ускоряет рост волос. Рецепты Аюрведы. Много раз вам его показывала. Линю сейчас полок в фикс прайсе, оно исчезло. Я пока не знаю, где его найти, но у меня пока что оно есть. Тут у нас объем 150 мл и очень-очень классный состав. На первом месте в составе, естественно, идет подсолнечное масло. Затем масло соевое, касторовое масло, масло репейника, эфирное масло розмарина, масло красного перца, эфирное масло красного апельсина, эфирное масло жасмина и горчичное масло. По поводу того, чтобы наносить его на корень волос, я бы тут поспорила, потому что очень сильно это масло утяжеляет кожу головы и корень волос. Но начиная от середины длины, я бы посоветовала его использовать. Желательно его так вот разогреть на водяной бане. Затем вы наносите на волосы перед мытьем головы, заворачиваете полиэтиленовую пленку и держите от 40 минут. Тогда эффект действительно будет. На корнях волос лично у меня очень сильный потом вот зуд появляется, как немножко, как аллергическая реакция. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, лично моя кожа головы именно так реагирует, но не советую вам его использовать. А вот по всей длине это просто шоколад. И хорошо очень восстанавливает волосы. Я считаю, за 55 рублей, оно именно так стоило в фикс прайсе, за 50 рублей это очень-очень классный продукт с хорошим составом. Это продукт от марки ТАФТ. Экспресс-укладка, спрей для волос с активатором быстрой укладки, сокращение времени укладки, термозащита, мегафиксация, пятерочка. Я вам его показывала в своих покупках. Тут у нас номинальный объем 150 мл. И это обалденный продукт, если у вас волосы не держат объем, они у вас тоненькие, они у вас неподатливые к укладке, будь то это локон или наоборот выпрямление. С этим спреем волосы действительно приобретают более жесткую текстуру и с ними становится более удобнее работать в плане именно укладок, локонов. Опять же повторюсь. К знанию, если вы приобретете этот продукт, и у вас очень сильно пересушенные волосы, у вас отцеленные волосы, распылить его сильно много, и у вас получатся такие вот склеенные волосы. Вам это не нужно, поэтому на расстоянии где-то 40 см распылить его по всей длине волос, расчесать и приступить к укладке. Действительно укладка держится намного дольше, и сам объем, если вы создавали объем у корня волос, действительно он будет держаться дольше. Если учесть, что у меня волосы довольно-таки тяжелые, и для них как бы я думала, что спрей этот не подойдет. Ну нет, действительно достойная штучка. Глискур термозащитное масло-спрей. Без утяжеления легкая формула 8 бьюти масел, термозащита и защита от секущихся кончиков, для всех типов волос, склонных к повреждениям. Вот такой вот масло, как видите, я его активно использую, и оно классное. Оно действительно классное для поврежденных, для сухих волос, для обезвоженных. Оно хорошо запаивает все кончики волос перед укладкой. Мне оно действительно нравится. Только обязательно нужно действовать с ним, и работать с ним аккуратно в том плане. Если вы им переборщите, то у вас получатся такие жирные волосы. И нежелательно его распылять на корень волос. То есть вот так же, как вот мы обычное масло для кончиков используем, от середины волоса. И погнали распыляем, расчесали и приступили к укладке. Тоже очень достойный продукт, присмотрите. Лак для волос. И действительно, этот лак для волос за последнее время стал для меня несравненным фаворитом. И в плане ценовой категории, и в плане действия. Это вот такой вот лак из фикс прайса. Цена у него вот, 77 рублей. Это Professional Look. Лак-спрей для волос. Суперсильная фиксация. ОФ-защита протеина шелка. Антистатический эффект. 360 миллилитров. Пятерочка. Вот такой вот лак для волос. Есть такой черный. Он называется ночь. У них сбоку вот такая пометочка день и ночь. А этот у меня день. Ночь я отдала своей подруге, оставила себе день. Что по поводу его действия. Единственный его минус, но ему это простительно и как бы ладно, фиг с ним, 77 рублей, это его запах. Но запах он крайне ненавязчивый и он выветривается. Он, знаете, такой, как минералки, что ли, какой-то. Вы знаете, а-ля ясинтуки. Да, вот что-то напоминает. Но он быстро выветривается, нет никакого удушающего эффекта. Это такой же лак профессиональный, как тот же самый лак от Эстель. Я просто сравнивала их между собой и на моих волосах действие эстелевского лака идентично этому лаку. И тогда зачем платить больше? Эстелевские лаки стоят в районе 500 рублей. Тут же вот 77 рублей, все счастье. Поэтому присмотритесь. Ну вот и все, девчонки. Я вам рассказала обо всех своих бюджетных фаворитах. Именно относящиеся к уходовым продуктам. Если вам понравился данный видеоролик, обязательно поддержите меня пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Я вас всех очень-очень сильно люблю. Пока. А голос какой? Скажи, Дань, как запоет. Вам было его?